Друзья, раз, два, три. День воскресный, день чудесный. Прямо сейчас мы с вами перемещаемся на север от Москвы на стройку. Мы приехали в один из поселочков, где человек строит себе дом. И вот сегодня мы с вами, оказавшись на стройке, пообщаемся с прорабом, которому зададим ряд вопросов. Как прорабы дурят клиентов? Как можно вляпаться со строительными материалами? Сколько в реале сегодня стоит построить хороший дом? Почему один говорит, я построю дом за 10 миллионов, а другой говорит, да я такое же сделаю за 6? В чем подвох? С какими сложностями они встречаются, прорабы? Как найти хорошую себе бригаду? Короче, присаживайтесь поудобнее, пока вы будете кушать, пить чай, вы узнаете много полезной информации. Человек вот такой, атмосферка у нас сегодня будет шикарная, потому что чуть позже мы с вами отведаем борща. Я постараюсь передать вам эмоции, он уже начинает готовиться. В общем, ролик будет действительно полезный, взрослый по существу. Не размазывая кашу по тарелке, мы начинаем прямо сейчас. Я вам показываю участок с коптера, для того, чтобы вы понимали, как это в целом все выглядит. 16 соток. Сейчас я вам представлю Олега, чуть-чуть расскажу про него. И дальше начнем с самого интересного. С цифр. Сколько стоит земля, сколько стоит построить дом. Олег, привет. Друзья, значит, про него я уже, получается, рассказываю третий раз. Абсолютно никакая тут некоммерческая основа, потому что в этом ролике у меня есть шикарный спонсор. Как раз специально для всех тех, кто не хочет трудиться, например, руками на стройке, а хочет зарабатывать мозгами. Олег, расскажи мне, пожалуйста, вот ты прораб. Что нужно такое было сделать, чтобы можно было стоять и называть себя прорабом, ездить по различным объектам и рассказывать людям, как правильно дом строить? Ну, во-первых, образование, конечно, учился. Техникум, институт, строительное все. Отец, дед, я уже, наверное, третий в поколении строитель. Там дед строил Байконур, дядька строил БАМ, отец строил пол Москвы, наверное. Ну и я, наверное, вот с братьями тоже строим. Все, что ты сегодня будешь рассказывать, рассказывай от души, а вы уж пишите там в комментариях, где он там приврал, не приврал, как бы почитаешь, думаю, самому будет интересно. Мы находимся в 35 километрах от Мукада, на север от Москвы. Вот этот участок был куплен по цене 500 тысяч рублей за сотку. Сейчас дороже. Это уже даже еще успели выгодно урвать. Да, в том году покупали. Человек отдает сразу 8 миллионов рублей за то, чтобы заиметь просто участок. Что на участке были? Наверное, здесь газ, канализация центральная, еще что-то есть? Здесь не было ничего, тут был лес. Вон там кусты все валяются, вот это все, это засохло уже. Тут был лес, ни электричество, ни воды, ни газа. Газ идет, ну, за территорию участка, но это, считай, не на участке. Били скважину делали, сейчас вода есть, он тут 71 метр. Электричество у нас сейчас времянка. Газ за забором. То есть, просто отдали 8 миллионов за 16 соток земли, все. В этом сюжете вы можете все моделировать исключительно под себя. Я вам показываю конкретно живой пример. Это обычный коттеджный поселок с ценой в прошлом году 500 тысяч за сотку. Посмотрите, пожалуйста, кусочек вам показываю. На соседней улице есть что-то похожее на дорогу. У них же дороги, как таково, нет, проселочная. Через дорогу идет коттеджный поселок Премиальный. Вот там цены даже страшно называть исключительно за сотку земли. Поэтому моделируйте, представляете и считайте под себя. Но так вот, навскидку, 35 км от Москвы. Живой пример. У нас за спиной строится дом. Когда вы его начали делать? Вот на сегодняшний день, 18 июня, на момент съемки, 2022 год. Месяца полтора назад, наверное. То есть полтора месяца назад здесь был просто вот лесочек. Нет, мы сюда пришли, как бы здесь сделала строительная компания, фундамент, заказчик. Заказчик с ними обжегся. Есть такие строительные компании, добросовестные, недобросовестные. То есть у человека по проекту должна быть толщина фундамента 30 сантиметров, 30-40 сантиметров. Ему сделали в два раза больше, перелили и сказали, дружище, плати нам в два раза больше. Сделали, во-первых, не в проекте, обманули. И еще давай плати, как бы. И он с ними разорвал отношения и пригласил меня. Я уже буду ему дальше стены продолжать. Черновая кладка, потом облицовочная кладка, кровля, благоустройство территории. Дом должен получиться 175 квадратных метров. Это одноэтажный дом, в котором будет жить семья из четырех человек. Муж, жена и двое детей. И вот здесь интересный еще момент сразу. Мы будем идти по ходу движения. Вот ты говоришь, как в таких местах без машины можно жить? Как минимум две тачки нужны. Вот расскажи поподробнее. Смотрите, 35 километров от Москвы. Хозяин семьи работает в Москве. Есть машина у него. Детей надо возить в садики, школы, секции. То есть одному члену семьи приходится не работать. В садики надо свозить, школы. Тут тоже это все далеко, километров 6, 5, не знаю. Это все надо возить. То есть потом забрать надо в обед. То есть когда работать-то, понимаете? И когда люди говорят, за городом хочу дом, вы сразу думайте, чтобы в семье было два автомобиля и двое водительских прав, как минимум. И чтобы один человек, жена, имела возможность полноценно заниматься детьми. Иначе, друзья, ну реально, выйти отсюда, ну куда ребенок пойдет? Вот у меня, например, в городе, да, кто-то скажет, вот живешь там в духоте, в мегаполисе и так далее. Ну, у меня вышел из дома детский сад, куда мы уже записаны, там, школа. То есть свои плюсы, свои минусы. Далее, вот 175 квадратов. Сколько вот обойдется ему коробка за этот дом, который ты сделаешь? Где-то 9 миллионов рублей. 9 миллионов. А вот что в эти 9 миллионов войдет? Смотри, фундамент уже был. Вот перечисли прям по поводу. Ну вот, допустим, я посчитаю тебе с фундаментом. Фундамент, стены, черновая кладка, облицовочная кладка. Вот как сзади тебя будет весь дом выглядеть. То есть это хороший, качественный, дорогой клинкерный кирпич. Кровля, мягкая черепица, утепленная. Вот и все, как бы 9 миллионов рублей. Это материал плюс работа. Заказчик приезжает, смотрит, ну, вся доставка материалов, все покупка, все на мне. Если есть у него желание, можно нанять независимого технического надзора, чтобы за мной смотрел. Также я выступал зимой техническим надзором, ездил к другим прорабам, меня заказчики нанимали. Вдруг, чтобы обмана не было. И контроль. В основном заказчики не понимают просто. Продолжаем нашу увлекательную математику на живом примере. 8 миллионов рублей участок. Ребята, здесь вы можете моделировать цифры под себя, что вы купили, например, за миллион. Кто-то из вас там имел вообще участок. 8 отдал за участок. Раз. Коробка, одноэтажный дом, 175 квадратов. 9 миллионов. Будет добр отдать. Когда коробка будет готова? Через месяца полтора-два. То бишь, условно, три месяца тебе на все про все и оно стоит. Далее, далее начинается самое интересное. Отделка внутри. Вот этот дом, человек как бы решил сделать себе какую-то такую мечту, да? Как у него здесь будет сделано? У него здесь умный дом будет? У него, да, здесь очень сложные коммуникации будут. Умный дом, умное отопление. То есть, у него не будут кондиционеры висеть некрасиво. У него будет все кондиционировано. В одной стоять котельной. Зимой подает теплый воздух, летом продает прохладный воздух. То есть, все коммуникации под полом, под стяжкой. Все работает, то есть. Но это стоит денег. И вот мы с ним разговаривали. То есть, это заграничное оборудование. Сейчас она уже в копеечку влетела. Уже его нету. Но уже есть аналоги. Типа, наши будут там что-то ребята думать, не думать. Но вот он просто хочу и все. Ну вот ориентировочно за отделку по тому, что он хочет с коммуникациями вот с такими. Сколько это примерно еще? Ну, я думаю, где-то 4-5. Ну, 5-5. Вот так, да. Ну, просто мне, многие говорят, сейчас, говорит, миллиончик в ладу и заеду жить. Вот у тебя двухкомнатная квартира была, купил. Сколько в ремонт вложил? Ну, я в балкон вложил 700 тысяч. Мне никто не верит, не думает, что я дурак, тебя обманули. Хотя, на самом деле, я со всеми торговался. И мне только люди, знаешь, пишут, откуда-то с регионов рассказывают. Вот я себе сделал там дешевле. Друзья, важно понимать, даже один только механизм, слайдер. Когда балкон у меня открывается, вот эти остекления. Это уже совсем другие деньги, нежели чем стандартное открытие. Дальше, это нужно, закупить мебель. Друзья, мы говорим по отделку, это внутри он сделал, коммуникации развел, технику поставил, котельную отопление и так далее. Газ подводить, тоже денег. Миллион, где-то миллион, закладываем. А то я знаю, тут и два, и два, смотри, это Москва. У нас Москва, как будто здесь нету газа, вот такое ощущение. Все на электричестве, ну, у кого есть деньги, те к газу идут. Потому что большие дома, удобнее топить газа. Далее, мебель, да, 175 квадратов, это новая кухня, это новые спальни, двое детей. То есть это тоже нужно все подготовить. Как бы, раз уж начал делать по уму под себя, еще денег отвалишь. Он хочет гараж на два автомобиля, но простой. Да, там полторашечку ты закладываешь. Просто навес, да, там какой-то из кирпича, хороший монолитный фундамент, там как бы красивая кровля. Ну, в полтора она уйдет, как бы. Многие сейчас скажут, да я за полтора, блин, усадьбу себе какую-нибудь построю. Ребят, вы живете в какое время, я не знаю, сейчас он, Жигули стоит, Лада Гранта полтора миллиона, да. Короче, таким образом, если начать считать, то ориентировочно, с заборчиком, с газончиком, как вы любите, с какой-то беседочкой, даже без бани. Вот просто дом, гараж, газон, все. Ну, тридцатка. Да. Как вам такое? Многие не верят, они многие говорят, в пять лимонов я вложусь. Ребята, мы уже сняли огромное количество роликов про недвижимость, в одном из которых мы затрагивали тему о том, что цены на недвижимость падают как-то медленно, и даже в целом не особо-то и заметно, что где-то что-то падает. Но вот заметно очень хорошо, что снижается покупательская способность. Отчасти это связано с оттоком интеллекта из нашей страны. Так, например, те же самые айтишники. Как говорят, отток составил примерно полтора миллиона человек. И сколько бы раз я не говорил про айти-профессии, у многих до сих пор остается мнение, что айти это очень сложно, это нужно быть технарем до мозга костей, с этим нужно родиться. Хотя существует айти-профессия, для входа в которую достаточно иметь, в первую очередь, желание, и второе, базовое знание компьютерной грамотности. Поэтому она и считается одной из оптимальных точек для входа в айти. А профессия называется инженер по тестированию с автоматизацией на пайтом. Он контролирует качество айти-продукта. И его главная задача сломать программу или сайт. Он тестирует его на ошибки, они же баги. Задача заключается в простом. Понять, выдержит ли сайт, если на него зайдет сразу тысяча человек и совершит заказ. Или же он просто-напросто рухнет. И вот средняя зарплата таких тестировщиков в России на сегодня примерно 120 тысяч рублей. И она, естественно, постоянно растет. С развитием его навыков. И уже через 4 месяца обучения вы можете начать работать ручным тестировщиком. И таким образом с первой же зарплаты окупить весь курс. И вот всему этому, ребята, вас научат в онлайн-школе Skill Factory. Ведь именно в Skill Factory обучение состоит на 80% из практики. Вы получите максимум полезной информации и минимум воды. И не забывайте, что обучение проходит онлайн. А это значит, что обучаться вы можете из любой точки мира или любой точки страны. Точно так же вы можете совмещать приятное с полезным учебу с вашей основной работой. Поддержка ментора осуществляется на всех этапах обучения. Если у вас возник вопрос, на него будет получен ответ. Также у Skill Factory есть карьерный центр, который поможет вам с последующим трудоустройством. Ну и конечно же отзывы, которые вы можете посмотреть сами. На всех площадках они действительно высокие. Из 5 они получают 4,7, а это очень круто. И я, как говорится, готов держать пари, что за вашу жизнь вы и сами хоть раз донаходили баги в каких-то приложениях, сайтах. Сталкивались с этим лично. Но вот это люди монетизируют, специально нанимают для этого специалиста-тестировщика на Python. Именно поэтому, ребята, не тратьте ваше время. Переходите по ссылочке в описании, записывайтесь на онлайн-курс от Skill Factory, вводите промокод МОШКОВ и получайте минус 45% на обучение. И получайте новые знания, новые доходы. Со Skill Factory ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Лишь бы было желание. Удачи в учебе. Давай поговорим про то, как людей дурят с материалами. Ведь на самом деле столько подводных камней и столько вопросов. Вот, например, есть там фирменный магазин, покупайте у нас. Но при этом можно купить то же самое на рынке, как бы фирменное, но дешевле. Как можно обмануть? Какие ситуации бывают? Какие сам встречал? Обмануть так же, я говорю, можно. На всем. Встройка – это полное болото, если ты не соображаешь ничего. Вот, например, у меня пример был майские праздники. Мне нужна была арматура в Ступино. Звоню своему поставщику постоянно. Он говорит, Олег говорит, извини, у меня выходные, праздничные дни начались. Я такой, е-мое, а мне вот срочно она горит. Мне на 6 тонн арматуры. Все, ребята стоят, разгар сезона. Звоню, нахожу в Яндексе забил, арматура. Ну, думаю. Я 50 на 50 предполагал, что это будет дурь. Как бы это я знаю. По цене сошлись, везу. 6 тонн, хорошо. Договорились на 2 часа дня. Он привозит его не в 2 часа дня, а в 11 дня. А он знает, что я еду с Мытищ, мне надо в Ступино 2 часа-3 часа ехать. Это тонкости, тонкости фиксируете. Да, это психология такая. Звонит, Олег, я все, приехал, выгружаемся. Я говорю, погоди, как выгружаемся? У меня там ребята, как бы строители все. Я говорю, у меня деньги на кармане, говорю, я еду. Они тебе никто не даст. Да что начинается, я тебе раньше привез, давай, давай. Пацанам, говорю, своим строителям, говорю, взвешайте, весы есть. Они арматуру продают со своими весами. Вешают, 6 тонн показывают. Я говорю, блин, ну что-то, говорю, ладно, я еду. Все равно деньги у меня на Алик, я тебе отдам. Приезжаю и взглядом сразу, у меня уже взгляд, как бы, уже сколько тонн арматуры я в своей жизни повидал. Я вижу, ну что-то тут, ну, попахивает наебаловым. По-русски говоря. Русским методом, старым, короче. Считать просто арматуру буду. 12 диаметр арматуры, 91 штука в тонне. То есть, умножь на 6, получишь 6 тонн. Я считаю, а он вот так, как ты стоит мне, смотри, говорит, как, блянь, птицы, птицы летят. Блянь, сейчас рыбалка какая-то. Постарайся не ругаться, ага. И он мне гаражи прибалтывает, сбивает счет. Я говорю, отойди, погоди, дай посчитаю. Я уже вижу, я вижу, что меня обманывают уже, понимаешь. И заговаривает, заговаривает, я говорю, отойди, пожалуйста. Либо уезжать с своей арматурой, блин. Посчитал, не досчитает полторы тонны. Ни на 100 килограмм, ни на 200, на полторы тонны. 120 арматурин, я не досчитался. Я говорю, друзья, что такое? Он такой говорит, ладно, давай по факту. Понимаешь? Тривиз, вот просто так вот в наглую и давай по факту. Да, а он, знаешь, а другие люди, он просто попался на прораба. Он же не знал, что я прораб. Как бы я в стройке уже не первый год. И думаю, что считать. Он, думаю, с самими весами покажу, там написано 6 тонн. И он говорит, я тебе еще 100 килограмм подарил, там типа 6-100 было. Я думаю, ребята мне такие тоже лапшу на уши повешали. Про арматуру расскажи. Смотрите, есть несколько видов арматуры. Есть ГОСТ, вот с которым мы делаем фундаменты тяжелые, вот монолитные фундаменты, там ленточные фундаменты, ну всякие. А есть, которые не акти, я не знаю для чего они используются, там, я не знаю, может собачью будку там сделать какую-то, я не знаю, там, ну я такую не использую, но просто ГОСТовская, она дороже. Она в разы идет дороже, чем та арматура. В строительном сленге, вторая вот эта, которая Дешман, ее называют армянская арматура. Вот просто, не знаю почему она так называет. И те бывают за видом ГОСТовской, продают армянскую арматуру. И вот как ее проверить, вот армянская арматура, ее берешь, вот так гнешь, она как спагеттина ломается, понимаете, вот она ГОСТовская, да, у нас арматура. Я вот так просто, тут 150 штук их лежит, допустим, да, вот так берешь и загинаешь. Вот 12 арматура, она согнулась, то есть я могу ее и вот так, и так погнуть, ей ничего не будет. Это хорошо, да, когда вот так она гнется? Да, да. Взял бы армянскую арматуру, я так согнул бы, она вот здесь отломалась. Ну как спагеттина, макаронина. Сломалась просто. И она вот эта арматурина, она имеет ржавчину, вот она полежала два дня, и она рыжее, это ржавчина, то есть это металл. А та она идет, как вот эта печка, вот такого цвета, матового. Она лежит год-два, она такого цвета, красивого цвета. Слушай, ну казалось бы, вообще, как говорится, незамысловатый прием для того, чтобы проверить, но грубо говоря, все просто, когда знаешь. Конечно, конечно, а представляете, когда вам привезли 6 тонн армянской арматуры, это в простонародье, да, и ты зафигачил с нее дом, залил фундаментом, поставил дом, и у тебя помпс, фундамент лопается. Я вот зимой технозором ходил, помогал людям, и я на одной стройке прямо увидел ее. 8 тонн приехала арматуры, большой дом, дорогой дом, и я прям издалека вижу, она лежит красивая такая, как матовая вот такая, это страшненькая такая, это металл, он окисляется, ржавеет, сталь. Друзья, на данный момент мы, можно сказать, только-только приехали, достали оборудование, но тем не менее обед уже начинает готовиться. Пожалуйста, ребята, а? Вот это на самом деле самое приятное, мне кажется, в летнюю пору, приготовить на костре обед. Что мы сегодня будем варить? Борщ. Борщ. Сегодня будет борщ у нас. Знакомьтесь, это брат Олега, получается, вместе ребята работают, а тем временем водичка начинает греться. Ребята, Олег человек открытый, мы уже тут поржали, постояли, поюморили. Вот можно сказать, Олег, пизду ты. В том плане, что, ну, за тридцатку, или ту же самую коробку за 9 миллионов, да я вот сделаю там за 6, за 4, за 5. Вот приведи пару примеров из твоей личной практики, как это бывало. Ты же сталкивался с этим, когда ты строил дом, человеку за одну сумму, и через дорогу делай то же самое за другую сумму. Вот эту историю расскажи. Заезжаем в один коттеджный поселок, молодой поселок, все строятся, и получается, я строю один дом, товарищи там другие, прорабы мои коллеги, другой дом. Я озвучиваю цену 9 миллионов за, там, я уже не помню, квадратов 200 было, что ли, но это было вот в том году. Другой, ну, такой же, аналогичный дом, прорабы говорят, мы тебе сделаем за 6. То есть, а заказчик уже со мной договор подписал, обиженный на меня, ты почему меня на 3 миллиона обуваешь, там все такое. Я говорю, ты погоди по времени, сейчас погоди. Те ребята строятся, я строюсь. Я подхожу к этим ребятам, я говорю, смотри, у тебя материала только на 6 миллионов, и то не хватит. Я говорю, не хватит, тебе еще надо рабочим заплатить, самому заработать, что-то, понимаешь. И стройка длится, там, 3-4 месяца. Я, на самом деле, подводный такам не сразу понял. Смотрю, у меня приезжает газоблок, там, брендовые марки, хороший, качественный, тут вот пол Москвы им строится. А эти ребята везут с Краснодара, там есть, там, в 3-4 раза газоблок дешевле, там, не газоблок, не материал, просто труха его пнешь, вот так вот он рассыпался. Как вот саманные дома строили 300 лет назад, вот примерно то же самое привезли, непонятного цвета. Я уже заказчику объясняю, смотри, мой материал, мои стены, мой фундамент, его стены, он такой уже начал подзадумываться, да. Потом, воп-воп-воп, домик уже к завершению идет, мой и их дом. Потом, то есть, заказчики этих прорабов ведут на мой объект и говорят, вот так надо было сделать. А они ему говорят, дурачок, мы, говорит, те 3 миллиона сэкономили. А заказчик говорит, это ты, дурачок, говорит, я в этом доме всю жизнь хочу жить, это мое гнездо, мои дети тут, я хочу не париться вообще, как бы жить. Вот там человек 3 миллиона переплатил, это не переплатил, это называется нормальная рыночная цена. Всегда бойтесь низких цен, скупой платит дважды, это поговорка, наверное, миллион лет уже. Да, друзья, еще вот брат твой подсказывал, что вот эти блоки, которые приехали, они там с неправильной геометрией, когда там стены начали поднимать, они там полукривые, все, что это уже было заметно. Друзья, ни в коем случае Олега не защищаю, я стараюсь сделать все максимально адекватно, но я просто через это уже сам проходил. Вот даже те же самые материалы, сколько раз мы с вами про это говорили, есть что-то какая-то, конечно, там отделка подешевле, вроде бы визуально так же, но по большому счету ты сделаешь, она фонит, воняет, еще что-то, ну вот просто в квартире будет невозможно находиться, а потом ходишь, жалуешься, почему у меня голова постоянно болит, потому что дешевое все сделал, ей же тоже, знаешь, ламинат под паркет. Постелила, по сути, что там кусок пластика тебе нарисовали на нем, картинку, и все. Олег, вот расскажи, как реально прораб может дурить своего клиента? Вот, допустим, я хочу построить дом, но я не понимаю вообще ни в чем. В стройке, как ты говоришь, многие заказчики бывают. Вот как вот просто человеку сейчас понять хотя бы какие-то там пару движений, там позвонить, куда-то узнать, чтобы было понимание? Ну, строительная отрасль, это вообще никем не контролируется. Это, я не знаю, таких отраслей еще где-нибудь есть у нас в стране. Ну вот стройка, никакого у нас сверху нету органа, который у нас проверяет. Медицинит там проверяет, торговля там, садо-пенимистанция или что там, да. Нас никто не проверяет. Я могу обмануть на чем хочешь, как бы. Вот, могу на фундаменте, под фундамент надо песок. Я только там 20 вариантов песка могу, дешевый, дорогой. Также на кирпиче, на отделке, на работягах. Даже у меня строители, да, допустим, я с ними уже годами проработал, как бы. И я их сортировал, через меня много прошло там, плохих строителей, хороших. Ну, я отбираю все время. Я могу привезти ребят, он на Ярославке, он там стоят. Говорит, за тысячу рублей в сутки, ну, смену от работы, я их наберу, одену в красивую одежду и скажу, это вот эти профессионалы, они... Иностранные профессионалы. Они в Москву-сити строили, говорю, и вот ко мне потом перешли, говорю, Абрамовичу, там, понимаешь, коттеджи лепили, все. Я могу на этом обмануть, ценник задрать, что им будут тысячу платить, а сам будут зарабатывать миллиарды, как говорится. Обмануть везде можно. Но, если ты будешь обманывать, то, как бы, строительный рынок Москвы, он на самом деле маленький. Мы вот друг друга прорабов, вот, вот, тоже, мы их друг друга знаем, как бы, вот, реально. Пересекаемся на одних и тех же форумах, там, на тех же рынках. У нас одни и те же поставщики, то есть, понимаешь, я знаю, там, Серегу, знаешь, такую, да, поставщик кирпича, только вот этот поставщик кирпича поставляет, там, половину прорабам Москвы, то есть, мы друг друга заочно знакомы. Короче, у вас целая прорабская мафия. Да, можно сказать так. Но, если ты будешь обманывать, то, ну, ты долго не проживешь. И физически, и в плане бизнеса. Потому что, вот, ко мне в основном приходят по сарафану радио, то есть, я кому-то построил, и, вот, говорит, вот, Олег строит, как бы. Ко мне приходит. Самый дорогой клиент, это, который пришел по сарафану радио. Я ему могу сказать уже любую сумму. Он может меня ждать полгода, я занят, и у меня объекты, я, там, я говорю, через полгода у меня окно. Он говорит, я буду тебя ждать. Хотя, он хочет прямо сейчас заехать. Или он говорит, я готов тебе больше заплатить, только начни сейчас. Вот такие темы. А бывает, который вот с улицы пришел, там, я не знаю, там, где-то тебя увидели, там, сказали, подумали, что ты прораб, приходи к нам. И они тебе начинают, ну, покажи, да ты меня обманешь, да ты меня, там, предашь, да ты сейчас деньги возьмешь и к себе домой куда-то уедешь, там, пропадешь. Короче, доказывать нужно постоянно, доказывать, что ты будешь делать. Да, я и начал соцсети эти вести, понимаешь, это мой портфолио. Расскажи, пожалуйста, во сколько вообще день у тебя начинается? Вот четыре объекта у тебя сейчас, друзья, чуть-чуть шумновато будет, ребята работают, поэтому уж поймите правильно, мы на стройку приехали, а не абы куда. А во сколько ты просыпаешься? Ну, вот сегодня в 5.30 обычно, ну, так тоже в 5.00, смотри, куда ехать. Вот если я в Ступино еду, то это в 5.00 подъем, потому что надо всю Москву, я вот смытишь, выезжаю, мкат проскочить и без пробы, как бы, полтора-два часа мне занимает. Ну, и вот, допустим, у тебя четыре объекта, и ты как часто на них бываешь? Через день, каждый день, вот так. Выходные четыре объекта я посещаю, потому что пробок нету. Сейчас я даже, если захочу, я приехал сюда, 4-5 часов мне надо уделить внимание, свои проблемы, приемы, потом на другой, то есть, оп, день закончен, 10 часов. Надо домой еще как-то 2-3 часа катить потом. Это два автомобиля, Camry 2.5, там, около максимальной или в максимальной комплектации для этого мотора, Spectra, Spectra, вообще ты с нее начинал, правильно? Сейчас на ней брат гоняет. Да, да. Сколько на ней пробег на Spectre? Да там уже по 300, наверное, на этой Spectre, ее брали как трудовую лошадку, поселки, это еще мы здесь более-менее дороги, понимаете? Я бывает и на ней катаюсь, потому что это пузотерка, это, можно сказать, прораб зажрался, что ли. У меня был такой случай, приезжаемые на Рублево-Успенсово-Шоссе делали фундамент, он стоил 2 миллиона 100, под ключ я ему должен сдать этот фундамент. Мы с ним познакомимся через там социальные сети, приезжаю, я ему говорю, 2 миллиона 100, он смотрит на меня и на мою спектру, на меня, на мою спектру. Говорит, так ты же это сейчас возьмешь деньги, потом где тебе ищи, говорит, понимаешь? Ну, говорит, не солидно, говорит, приехал на машине, ей цена там 200 тысяч рублей от силы, да? И говорит, смотрит, говорит, ну это как-то несерьезно. Я говорю, ну, я тебе делал, пока поехали по моим объектам. И вот он мне подсказал, говорит, нормальную машину купи. Вот просто, на самом деле, такая двоякая ситуация, что, знаешь, с одной стороны, вроде как, ну, реальная ситуация, да, из жизни, а с другой стороны, приедешься на Камре, потом приедешься на каком-нибудь там, не знаю, X5, скажут, ну, понятно, вот у него и цены там 9, 10, 20 миллионов, все ясно, делает там за копейки, забирает себе и потом гоняет на крутых тачках. Вот на этой машине какой пробег? 68 тысяч. Ну, это немного так-то, а какого она года? 18. 18, новую ты ее покупал, правильно? А не помнишь, за сколько ты ее ухватил? Что-то 2, что ли? 2 миллиона, ребята, Камри, 2,5 в 2018 году, почти, ну, реально, там почти максималка, тут комплектация хорошая. Вот с чего начинается стройка? Вот захотел я строить себе дом, вот что нужно первым делом сделать? Первым делом участок есть у вас, допустим, да, все купили, вызываем геодезиста. Приезжает такой товарищ, геодезист-кадастровый инженер, с такой интересной штукой, тахеометр называется, и выбивает вам четкие границы участка. В наше время, в Московской области, я вообще просто дофига этого вижу, ну, приглашает меня заказчик, строй дом, я говорю, геодезист нужен, он говорит, я не хочу за него платить. А сколько он стоит? Там стоит в районе 15 тысяч рублей. То есть дом, коробка стоит там 9, 10, там, хорошо, 5 миллионов рублей, ладно, 2 миллиона. А геодезист 15 платить не хочу? Они просто, ну, людям надо разжевать, не понимают, ни слова геодезист в первый раз в жизни слышат. Задача геодезиста – выставить точные размеры участка. Зачастую приезжаешь, сосед полуметра забор сюда подвинул, другой полуметра, может, у тебя там наглости побольше, я хочу там. Моя задача, и говорит, хочу строить дом. Дает проект, а где строить? Я, знаешь, если ты так своровал у него земли, я могу к нему и на участке у него случайно построить дом-то. А потом ты мне скажешь, Олег, ты где построил? Мне нужен геодезист, точные размеры ставят, и все, я от этих параметров пляшу. Потом вызываем геологию. Геология, там тоже в районе 30 тысяч рублей стоит. Это ребята, которые приезжают с буровой установкой и смотрят грунтовые воды. Я уже с проектировщиками решаем, какой поставить здесь фундамент, вид фундамента. То есть это не просто, я хочу плиту, я хочу ленточный. Как бы плита, да, она, в принципе, на все виды фундаментов играет. Они проверяют, берут анализ земли, специально бурятся и показывают все. Третье. Решаем вопрос проектировщика. Какой хочу дом? Мне многие звонят, говорят, хочу дом. Ну, смотрите, а я вот прораб, как я могу твои мысли почитать? Какой хочу дом, понимаешь? Хочу два этажа, я говорю, 150, 200, полторы тысячи квадратов, что ты хочешь? Ну, я не знаю, хочу вот там, чтобы две спальни было. Это не ко мне, это, говорю, к проектировщикам. И проектировщик уже сидит, думает с ним. Как, где комната, сколько спалень, сколько детских, сколько санузлов. Это все к проектировщикам. Моя задача, воплотить рисунок в жизнь. Понимаете, вот мне дают проект, после геодезии, геологии я захожу. Дальше моя работа. Все, вот это все возводится при помощи меня. Это керамический кирпич. Хороший кирпич. Теплый кирпич, потом бундес, утепление. Вот утепление, какое будет идти, сколько там, миллиметров? Заказчик прям горит желанием, хоть пеноплекс. Я про противник пеноплекс. Почему? Это синтетический такой материал, который... Есть минвата, каменная вата. Вот 10 сантиметров ставишь, и облицовка, и у тебя тот же получается эффект. Так же тепло. Но почему-то сейчас все пеноплексом, ну, не по ГОСТу, не по правилам. Ну, Ютуб, понимаешь, там Ютубе тоже много всяких специалистов, которые прям на уши так подседают. Вот, ребят, согласитесь, на самом деле очень много различных материалов, вот даже сейчас, начали рассчитывать различные варианты по бане. Вот мне люди говорят, вот мы можем там блоки вот такие предложить под строительство. Четырехщелевые, правильно? Да, да, да. Ты говоришь то, что хрень, эти блоки холодные. Типа ты построить, ты построишь, визуально баня будет, но в процессе топки, долго греть и так далее. Есть другие блоки. И вот тут начинаешь думать, блин, вроде как, знаешь, общество там изобилие, ты приезжаешь, выбирай на любой вкус, а с другой стороны хочется, чтобы был три варианта. Недорогой, нормальный и дорогой. Все, больше не пудри мозг мне, пожалуйста. Кровля у него будет мягкая, да? Мягкая черепица, да. Плюсы-минусы, мягкая, жесткая. Жесткая черепица, она громкая, если град летом идет, или хороший ливень, идет эффект барабана. Но все равно, что вот по машине сидите, и в дождь бам-бам-бам идет барабан. Мягкая черепица, там выстеливается специальная плита USB, как бы, ну это на все гасится, она мягкая. Потом, в случае, если у вас протечки какие-то, мягкую черепицу ремонтировать легче. Просто где есть протечка, там, от слова, она мягкая, она резиновая. Отрываешь и приклеиваешь нормальную латочку, там, или вот такой же кусочек кровли, и все, и красиво. А металлочерепица, все, ты меняешь целый лист, ты пол крови разберешь, если вдруг там тебе что-то дерево упало, или там, или просто протечка, то есть это сложно. А по цене мягкая черепица на процентов 20 дороже, 30 вот так. Вот здесь кухня, вот здесь гостиная, это все 35 квадрат, то совмещенная кухня с гостиной. Тут снузы. Вот здесь кладовка, здесь гардеробная. Я сейчас перечислю, в доме две гардеробных, два санузла, три спальни, один кабинет, кладовка, прачечная. Как бы, вроде 170 квадратов скажут люди, это мало. Я говорю, ребят, замучайтесь убирать вам, жена, спасибо, не скажет. Ну да, но 170 квадратов, в принципе, для дома, мне кажется, более чем. Ну конечно, конечно. Проект дома. Если ты хочешь индивидуальный проект, 1000 рублей, 107 квадратов, 170 тысяч отдай ему. Проектировщик это очень важный человек. Я строю по его проекту, он подписывается, он несет ответственность за это все. Я подписываюсь, несу за это все ответственность. Когда будешь дом уже построен, ставить на учет, проект нужен. Ты все равно его в конце будешь делать, понимаешь? Ну вопрос, как ты сделал дом, тяп-ляп. А у него в проекте написано, куда кирпич, где арматура. Конструктор лего по-русски говорят. Все, ты собираешь, только надо в чертежах уметь соображать, как бы все. Многие говорят, да, прораб, зачем прораб, прораб, я сейчас бригаду возьму. Ребят, есть три типа, там, или четыре типа. Шабашники, бригада, есть бригада с прорабом, есть строительная компания. То есть, шабашники, это тяп-ляп, быстрее сделать и уйти. И он скажет, я знаю, как делать, я вам сделаю, сто лет буду стоять. На следующий день, в случае чего, никогда ты его не найдешь. Если найдешь, он скажет, блин, я шабашник, и все, я свалил. Шабашник. Да, бригада, бригады тоже такие же, чертежи читать не умею, с заказчиком общаться не умею, материал, заказчик сам вези. Как делать, заказчику каждые пять минут, как начальник делать, понимаешь? И вот заказчик либо работает, либо работает на стройке себя, либо ходит на работу к себе, либо увольняйся с работы, не знаю. А заказчик зачастую, он тоже не прораб, вот если ты врач, какой из тебя прораб? Или какого из меня врач, если я прораб, то же самое. Бригада с прорабом, то есть вот моя задача приехать, посмотреть проекты, все, ребятам нарезать задачи в соответствии с проектом, все. Вся ответственность на мне, материал на мне, все ситуации, вот эти внешние, соседи, председатели поселков тоже на мне. Это очень большой фактор, это очень тормозит работу. Соседям не нравится, что-то шумишь, Олег идет договариваться. Слушай, сколько такая вот интересная машина стоит примерно, не знаешь? Ну, в районе тридцатки, тридцати тысяч рублей, но тут будет не одна машина, там дальше еще за домом лежит. Машинки три, ну вот смотри, тут только мусора можно вывезти уже на тысяч 70-90 как бы. А некоторые, как Олег рассказывал, покупают дома, потом им раз говорят, мусор там вывезти подобный, 45 тысяч. Они нифига себе, что это так дорого, да, они думают там сейчас на треху. Ну ладно, пятак, ай по рукам. Еще хороший момент. Вот смотрите, мы сейчас стоим на участке, который в принципе ровный, не склонов ничего. У друга у меня есть дом, там вообще чуть ли не вот так идет гора, и на ней строят дома. Там я просто даже боюсь представить, сколько там земли вывозят, сколько это дополнительных расходов. Вот прокомментирую эту ситуацию. Вот заходит человек купить участочек, найдет выгодный, но он какой-нибудь вот такой. Да, выбрать участок в наше время в Московской области, где уже в принципе очень мало мест, козырных таких, красивых, очень мало, или они очень хорошо стоят. Вот у меня часто приезжаю на участок, и начинаем диалог заводить. Смотрю, там вот такой реально склон. Я говорю, здесь уже не 50 тысяч за квадратный метр. Он говорит, почему, дом же такой же будет. Я говорю, нет, погоди, сюда я должен завести грунт, вот так выровнять. Или копать здесь, фундамент, то есть техника элементарная. Вот так есть, вот этот 16 соток был под уклоном. Как сюда КамАЗ зайдет, как сюда техника, дополнительные траты. Я всегда всем своим заказчикам говорю, вот многие обращаются еще на стадии покупки. Я говорю, фотографию, видео пришли, присылают, я говорю, здесь такая сумма, здесь такая сумма. Уклоны, это дорого, дом будет стоить сразу говорю. Времени занимает тоже очень много. Потом в лесистое место, как сейчас мы стоим, на этом участке был такой, вроде все скажут, кусты, что-то пойти топориком подсрубить. Но заказчик купил этот участок. И вот всю зиму, всю весну ходил тут, по два дерева срубливал. Ну, если вот это все сейчас заросшие бы ему, ну, 1150 ему сейчас завернули. Как просто, это минимум. Потому что только мусор этого дерева, покупайте ровные участки в поле желательно. То есть это все удешевляет. То есть каждый шаг строителя или там какого-то наемника, это все деньги. Вы еще дом не построили, а уже деньги куда-то ушли. Еще, ребят, не забывайте, вот Олег говорит про вырубку. Это на самом деле, вот когда не знаешь, знаете, сколько подводных камней? Ведь на самом деле дерево со своего участка, ты хозяин, моя земля, это надо согласовать еще по-хорошему. А если ты вырубил какое-нибудь хорошее дерево, которое здоровое, так тебя еще оштрафовать могут. А теперь посчитай, у тебя на участке 52 дерева за каждую штрафу. Ну, короче, это можно столкнуться с тем, что некоторые могут плюнуть и действительно сказать, ну, нахрен, лучше буду сидеть там в своей квартирке и ничем не заниматься. Олег, как прораба можно кинуть? И кидал ли тебя хоть раз кто-то? Ну, с опытом, когда был молодой, наивный, была такая тема, договор не заключал, документальных вопросов никаких я не делал. Сейчас у меня есть договор, где твои данные, мои данные, четко прописано, что я делаю, когда ты оплачиваешь работы, то есть застрахованный и я, и заказчик. Были у меня такие ребята, когда я работал на подряде. Строительная компания, говорит, надевает на меня футболку, да, и говорит, ты, допустим, там контора, три тополя, хотя я у них на подряде. Я такой хожу, прораб весь, а они мне сказали заказчику, говорит, что ты наш наемник, не наемник, а в штате ты у нас, короче. Я ходил, и потом дом построили, там они что-то авансировали, по чуть-чуть, я заказчику подхожу, а вы деньги дадите нам? Он говорит, как, я твоему начальнику все дал, еще две недели назад, а я звоню, а он мне просто в черный список закинул, в офис приезжаю, а там сидит охранник, который, дверь такая, знаешь, по магнитным пропускам, не пропускает бизнес в центре. Я его жду после работы, говорю, что за дела, а он дурачка включает, и как будто, вот это мне разок, кинули так. Как будто он тебя не знает, как будто он, типа, молодой человек, вы кто? Да, он говорит, я сейчас полицию вызову, говорит, ты до меня домогаешься, такая тема. Это вот хрени, да. Да, и я потом, там, мне другие прорабы объяснили, как работать, ну, это молодой наивный был, еще тогда и времена такие были, вот какие-то. Вот сейчас такого уже и не видно, и работаешь, как бы, в таком сегменте, это больше не эконом сегмент, на самом деле. Тут люди воспитанные, а в том я сегменте в экономии работал, как бы, там, там могут всяко побывать. Ребята, как же не поговорить об одном из самых приятных дел, обед. Посмотрите, какая у нас шикарная здесь картина, дровишки на кирпичах, ну, шикарно, запах уже приятный. Что готовите чаще всего? Сам готовишь, брат готовит, кто делает? Да, ну, вот видишь, по-моему, животу, как я не люблю готовить, брат такой же, ну, чуть поменьше, конечно. Смотрите, у многих стереотипов, да, вот, что строители, это такие люди, которые живут при помощи дошираков или ролтонов, там, все такое. Но у нас как-то повелось, я не знаю, у нас вот казан 12 литров, лето, зима, у нас он не остывает, он у нас все время, как бы, плюс костер, плюс запах, вот этот все, дыма, ну, это прикольно, на самом деле. На бутербродах долго не выживешь, на ролтоне дошираках вообще помрешь нафиг. В наше время 5 лет и гастрит у тебя точно там, я не знаю. Какие самые стандартные блюда, смотри, горячие, ну, по-любому надо, супец, как говорится, боженька прописал. Что еще? Ну, смотри, у меня вот 4 объекта, и вот на двух объектах у меня прям кулинария идет, а на других двух объектах там ребята, ну, с собой приносят, семейные ребята, как бы, там, там такого нет. Вот я вчера был в Ступино, там у меня работают узбеки, там плов у них, как вот у русских супчик, там, я не знаю, что, да, у тех плов, обед, завтрак и ужин. Видов 30, наверное, точно плова, вот реально с изюмом, с курагой, рис такой, рис такой, говядина, баранина, курятин, там, я приезжаю, каждый раз вкус плова разный вообще на самом деле. Слушай, ну, шикарно, а так после обеда-то закемарить можно или нет? Да можно, конечно, часик, смотрите, у нас тоже рабочий день такой, он не как в офисах, там, с часу до двух обед, вот сейчас начинается лето, сейчас у нас еще сегодня хорошая погода, плюс 20, вот недавно было 28, я говорю ребятам всегда, раньше начните, в обед фиест, до 3 часов дня, вот пока солнышко, в вагоне там отдыхайте, занимайтесь своими делами, но до 10, до 11 прожектора включаются, поехала работа, дальше продолжаем, нас даже тут соседи гоняют за это, что вы шумите, что, ну, нам тоже работу надо делать, как бы, можем такие вредители, но... Мы заходим с вами в одну из комнат, вот это детская спальня, вот на самом деле сейчас мебели нету, но мне кажется, мое личное мнение, что она как маловато, ну, знаешь, все-таки свой дом всегда хочется видеть комнаты больше, а вот такая комната, мне кажется, у меня в квартире даже немножко больше, сколько здесь площадь? 12 квадратов. Ну, вот чуть-чуть у меня в квартире, она получается меньше, у меня там она 10. Ребята, никого не хочу обидеть, ну, просто мы разбираем живой момент. Вот ты славянин, некоторые говорят, что нужно, чтобы бригад тоже была славяне, другие говорят, а что это за дискриминация, вот у меня есть про те же самые там ребята с Узбекистана, они вот такие, ну и пошло-поехало, какой-то отзыв, дай свой. Да, опыт работы в стройке большой, и уже как бы я могу взвесить и сказать, где проще мне. Сейчас у меня в данном моменте две бригады Узбекистан, одна бригада Таджикистан, вот здесь, и бригада русские пацаны. Это русские пацаны, это мои одногруппники, там, друзья, там, ну, у них там что-то другая сфера. Чем, почему я работаю с азиатами, с азиатами, или как не знаю, правильно, средняя Азия, да, вот, мне нравится в них трудолюбие, у них старший сказал, старший, все, это для них Бог, то есть не я прораб, у них есть бригадиры, которые я так же назначил, все, сказали, сделали, мало праздников. Наш русский брат любит гулять, у нас в России праздников, сам знаешь, каждые два дня, каждые два дня, надо выпить, надо погулять, потанцевать, на следующий день какая голова? И через меня прошло, я начинал с русскими ребятами, с украинцами, с белорусами, и у меня нервные клетки не восстанавливались вообще. После каждого праздника, после каждого аванса, у меня были проблемы с заказчиками, которые мне говорили, Олег, ты вроде парень, серьезно, а что за херня, там ребят начинают гульбанить там. Я там тоже, как бы, самый русский, и мне с русскими было проще договариваться, я так думал. Потом мне попалась одна бригада хорошая, они сами мне попросились, Олег, так-то-так-то, я как-то с ним приближение к ним отнесся, думаю, ну, ребят, еще неплохо по-русски разговаривали, как бы один раз говорил, хорошо. Ну, я через него диалог ввел, и мне понравилось первого объекта, вот, с утра встали, чай попили, пум, пошла стройка. Загонять их надо домой, то есть им говорю, ребят, все, тормоза, у меня соседи орут уже, блин, говорит, это, хорошо умеет, они, Олег, начальник, деньги, деньги давай. То есть, я понимаю, мы все приехали сюда зарабатывать, и мне вот за мотивированные люди приятно работать. То есть, я не успела материал подкидывать, когда я со своими земляками работал, ем, из Брянска ребята были, из Смоленской были, ой, бля, это, знаешь, Олег, не торопи нас, мы все сделаем, Олег не спешит, куда спешишь, куда ты вечно спешишь, вот эти слова. Дай досохнуть, пусть полежит. Приеду, вот, в 11 часов утра на обед, а они с просонью, вот, бутербот и с чайком гоняют, в 11 часов дня, в 11 часов дня тут уже на второй обед идти, да, уже поработали. Ребята, в 8 утра на ногах, и как бы вот с ними мне нравится. Шумные работы там мы делаем, может, до 9, а кладку кирпича, например, делать, она бесшумная. Ну, что, ребята, раствор, кирпич, раствор, кирпич, а там, когда резать его, это до 9 часов вечера мы сделаем. Конечно, понимаем, что проблемы с соседями не были, но я вам скажу сразу, строительный процесс, это всегда проблемы, всегда проблемы с соседями. Вот, когда вам строители будут, говорят, мы такие святые, я говорю, ну, это, наверное, может, не строители. Вот у нас был пример, вот, буквально в мае, заливаем две монолитные плиты фундамента, и заезжает бетонный насос, большая, серьезная техника, там, 60 метров у него хобот, и следом заезжает два миксера с бетоном, по 10 кубов. А у нас шлагбаум, коттеджный поселок закрытый, я, оп, нажимаю, не открывается, не открывается, заказчику звоню, говорю, почему не открывается? Он говорит, нам председатель закрыл дорогу, я такой, опа, а у меня заказано там у нас, получается, бетона на 700 тысяч, и техника, то есть доставка, это все стоят миксера, а бетону жить полтора часа. Если я его не вылил в фундамент, все, его на смарку, и там, и 700 тысяч я потерял. И все, начинаем мы с председателем ругаться, будаться, а там женщина такая принципиальная, вы мне ломаете дорогу, а там поселок новый, там дороги нету, там вообще не грудь. Грунтовка, грунтовка просто по полю, вы мне дорогу ломаете, вот такая, пока заказчик не дал ей на руку, по-русски говоря, ничего не открылось. Пятнашечку, да? Пятнашечку отстегнул он ей, и шлагбаум открылся, как родной. И такого полно, да? Конечно. Потом вы рассказывали, что вам же еще выписали две фуры с щебнем? Да, 70 тысяч мы еще засыпали, дорогу сделали, которой не было, это был грунт, мы там, получается, мы на соточку просто попали на ровном месте, 90 тысяч. А почему, например, я был бы этим заказчиком, я бы пошел бы и сказал, Светлана, давай, не наглей, я тут дом себе строю, землю я купил, ты мне ее не дала, я тут за все плачу, еще и тебе за то, что машина проедет. Ну что за бред-то? Да, конечно. Ну а вот всегда председатели в поселках, это больная тема. Есть хозяйственники, вот которые головой болеют за поселок свой, а есть хапуги, которые вот пришли на эту должность не просто за красотой, пришли заработать. И зачастую они зарабатывают неплохо, там, на этом, на том, как бы и... Короче, вариантов заработают полно. Он же начальник вот этого поселка, понимаешь, у тебя дом, у меня дом, я говорю, хочу завести, а он мне не дает. Ну мы же в России, мы всегда договоримся, правильно? Ну, по-русски говоря, вымогательство, и я думаю, многие, кто увидит, это скажет, мы с тобой, Олег, согласны полностью. Пойдем покажем немножко, как вообще быт происходит на стройке. Вот, главное, сейчас лето, да, ну вот, допустим, вы делаете, если дождь пошел, то все, работа встала, правильно? В дождь не будешь работать? Раз. Здесь у нас, подо что дерево лежит? Ну, это, можно сказать, склад, это такой, ну, для работы это все, опалубка, леса будущие, там, опалубка для армопояса сейчас, это все у нас уйдет, это не мусор, ни в коем случае, это все стоит денег хороших. Сейчас куб, куб доски стоит 20 тысяч рублей, там. Мы не пойдем в саму бытовку, там ребята сейчас специально себя ждут, пока мы тут наснимаем, и продолжат работать, чтобы их не отвлекать, но сам смысл, бытовка, раз, рядом пристроена а-ля кухня полевая, два, туалет био у вас есть, ну, умывальничек, то есть, знаешь, по-своему, своя такая вот рабочая атмосфера. Это армейская, я называю, это, знаешь, когда в армии идут на сборы, выкидывают солдатам в поле, вот, вот такая тема. И мне всегда говорят, что нужно сделать, чтобы перед началом работы, вот, допустим, проект, получили, все, я говорю, первым делом заезжает туалет на объект. Потому что мы все культурные люди. Вторым заезжает вагончик, это мой инструменталка, люди, бывает, живут, бывает, живут, и, как бы, это многие скажут, ой, в вагоне живут люди. Я вам честно скажу, я, бывает, вот, ну, сейчас еще нет, а вот раньше я сам руками работал, сам начинал вот это все, как бы, сам крутил, я в вагоне жил с мужиками. И знаешь, как вот, высыпаешься, как вот, как ты быт сделаешь, вот, если ты свинья по жизни, то у тебя будет свинство там. А бывает, заходишь, что это маленькое такое, знаешь, уютное гнездо, короче. Кирпич 2НФ Михневского производства, Олег, ну, вот с ним-то можно, там, например, хоп, если разбил, значит, плохой, если голова или упал, значит, хороший. Какие-то способы проверки кирпичей существуют? Ну, вот, по кирпичу, как бы, способов особо и нету, есть, по маркам делится он, есть вот Михнева кирпич, хороший, есть компания Паратерм, есть Киракам, ну, это топчики, короче, такие в строительном рынке, как айфон из телефонов, понимаешь. Это чуть попроще, ну, по сути, одно и то же, просто у кого-то маркетинг хорошо работает, у кого-то хуже, у кого-то, просто тот блок шире, больше, ну, и разу-два дороже. Этот подешевле, но функции выполняет те же. Есть завод, один и тот же завод, выпуская там 20 видов кирпичей, и вот я вот по практике просто смотрю, там есть за 10, за 15, за 20 рублей, его куда-нибудь в черновую кладку только ложить, там, спрятать, потом заштукатурить или облицовочным кирпичом, как здесь сделать. Ну, он со временем 4-5 лет там будет репаться, как бы отлетать. А может, вы замечали, там, царские времена, откопали какой-то дом, блин, а там кирпич как новый, он в болоте стоял 300 лет, или там 500 лет простоял, и кирпич как новый. А сейчас в наше время тоже кирпичи, вот так и делаются, блин, дешевый кирпич, ему и жизни мало, как говорится. А так вот визуально даже и мне про рабу трудно, понимаете, разобраться. Я просто по практике уже знаю компанию, они делают хорошо, это не делают. Они на вид все, это, ладно, это, ладно, а вот облицовочный кирпич, ты хрен поймешь, это же картинка. Они могут тебе сделать красивый, вообще обалденный там рисунок такой, но по факту 2-3 года его начинает отскакивать, уголки там, сырости боится. Я вот еще говорю про царские времена. 300 лет постоял в земле, ничего нет. Костян, рассказывай, что там у нас получилось? Сегодня у нас на обед борщ. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, ну все. А сегодня еще пятница, хлебушек черный, помидорки. Блин, пацаны, ну вот на самом деле, вот казалось бы, знаешь, ну просто на костре, но это словами не передать. Кухня, приготовленная на костре, вот любое блюдо, это совсем другой аромат. Я когда к родителям езжу, постоянно готовлю уху, и вот просто диву, дусь, какая же вкусная, какой же вкусный бульон получается. Ой, у меня аж прям слюни текут. Оператор спрашивает, говорю, будешь, суп, он такой, ну тарелочку, я говорю, тарелочка, все мы сейчас по тарелочке. Ну мясо, я смотрю, вы накидали нормально, да, там, сколько вы мясо положили? Говядина на кости. Говядина на кости. 3 килограмма. 3 килограмма, ну неплохо. Друзья, здесь, короче, получился бульон, вы смотрите сами. Какая мощная, вот эта вот, давай мне. Я такую люблю. Короче, блин, вообще шикарно, жарко, сын не текут. Обычно ругаются, говорят, типа нельзя залазить в сметану, ложкой которой ешь, она испортится. Ну а нас, сколько народ, мы сейчас все съедим, блин, разом. Короче, друзья, ну вообще, кухня просто топ. Итак, ребята, все, мы все садимся. Вот в чем плюс своего дома. Вот достроит человек себе домик и будет иметь каждый день возможность выходить, что-то вкусненькое готовить. Вот вы скажете, ой, да что эти мангалы, а кушать-то каждый день хочется. Поэтому не забывайте. Ну а я, тем временем, так сказать, новый формат. Машков снимает пробу. Шикарно, ребята, просто то, что нужно. Короче, все, всем приятного аппетита, мы празднуем. Олег, дай совет, вот кому вообще не стоит даже соваться в строительство домов. Если у вас бюджет меньше 50% от запланированной стройки, просто вот совет, не мучайте ни себя, ни будущий свой дом. Просто вот многие пишут, а что, если я сейчас сделаю стены и оставлю его на год? Оставлю его на два. Ну откуда он, значит, он через год не лишится работы или что? То есть я таких строек заброшенных по Подмосковью тысячи. Просто умные люди, у кого есть деньги, они их потом выкупают за бесценок. Крышу поставил, там тебя пляп и продал за хорошие деньги. Они вот на таких людях и навариваются. Я тебе рассказывал, сделал коробку, через два года люди только отделку, говорит, делать. Там уже отсырело, там уже кровля. Сырость идет, кровля стоит, деревянные лаги, мокрые. Я приезжаю, опа, ну что это там. Грибок, да, все плесень. Да, были красивые доски, отобранные, сами лично ездили, отбирали, переплатили за эти... А они сейчас в грибах стоят, то есть им еще годик-два-три, и это уже несерьезно. Лучше не начинайте. Хотя бы процентов 80. Вы знаете, взяли с копом, хотя бы коробку сделать. В зиму можно оставить, ну одну зиму, не больше. Стены можно поставить вот так, оставить на год, но это тоже нежелательно, не больше. Но многие, которые говорят на год, это я знаю, это на годы. Летом стройка, это понятно. Зимой как, стрелок можно вести? Можно, даже нужно. Зимой даже это получается дешевле. Многие бригады без работ. То есть всегда у тебя есть выбор, выбрать бригады. Летом у тебя сейчас нет вариантов, потому что все заняты. Те все скажут, заняты, заняты, заняты. Зимой нет. Мы делали фундаменты, так сжалели. Просто сейчас 21 век, добавляются бетоны, пластификаторы, которые до минус 15 мороза выдерживают. Кладку делают без проблем, до минус 15 мороза, кирпич, газосиликат, все можно делать. Про дерево не говорю, дерево зимой тоже делают, как бы все нормально. То есть летом это для нас сезон такой жирный, когда мы работаем хорошо, плотно, прям не спя, можно сказать. А зимой мы приходим в такой вот спокойный режим, когда один-два объекта делаем. Но, например, я вот начал в январе объект, и мы его уже в мае, он уже сейчас идет под отделку. То есть у людей 1 сентября задача заехать, и они заедут, потому что там они даже раньше 1 сентября заедут. Бетон, чтобы вот правильно он схватился и высох, 28 дней надо. Твой ответ. Смотрите, 28 дней до 100% набора прочности он идет. Вот, например, мы в ступе нас залили, сколько у нас там, 9 дней, да, прошел, или 7 дней фундамент. Вчера нам завод, как раз с кашира отзвонили, в кашире брали, отзвонились, 71% прочности уже набрали. Уже все, мы кладку можем делать. То есть грузить стены можем, тонны уже ставить. Через 28 дней будет 100%, там уже может нормально все будет. Короче, люди иной раз пишут, вроде как читаешь, думаешь, о, наверное, знает что-то. А по факту, ну, отчасти-то он, наверное, и прав, но кладку можно делать, не дожидаясь 100%. Ну, вы замечали, зимой едете по городу, многоэтажки делают зимой. У них какие там нагрузки бешеные, 17, 30, 100 этажей, не знаю, да, допустим. И мы ставим 1-2 этажный дом из того же бетона, из того же кирпича, но у нас нагрузки другие. Они строят, а почему мы не можем строить? Вот скажи, пожалуйста, в реале, как сейчас ситуация со строительными материалами? Вот с февраля цены там сначала скаканули вверх. Был момент, что или уже произошло по каким-то продуктам, что откатилось. Что-то производится в нашей стране, и мы не зависим ни от кого, и как бы пофигу, что там будет, как говорится, за бугром. Моей, как бы, в основном отрасли, это фундаменты, стены, кровля, повезло, нормально все. Как бы идет откат, идет откат, потому что арматуры зимой стоило 117 тысяч доходило, сейчас она стоит 45-50 тысяч, вот так, рубли. А до февраля сколько она строила? Ну, в 117 тысяч я в январе брал. А, в 117 тысяч в январе, а сейчас 45-45, откат такой идет. Ну, и это очень странно для меня, для строительного рынка, вообще, что летом такой откат. Но мы все понимаем, сейчас что у нас, за границей закрыли, им походу некуда уже торговать раньше. У нас лес в том году, трудно было лес купить, потому что он шел в Европу просто эшелонами, в Европу, в Китай шел, там, потому что, понимаешь, тут он стоит 25 тысяч рублей куб, а там он стоит в долларах уже, в евро, там, два-три раза. Они же даже на доставке и то зарабатывали, как бы, хорошо. Ну, а сейчас сколько лет стоит? Сейчас, ну, в районе 17 тысяч. То бишь, получается, что на такие базовые строительные материалы цены только упали? Или это временно? Это пока что временно, потому что и в том году, когда газоблок я покупал в мае за 3,5 тысячи куб, а в августе он стоил 15 тысяч, и то его не найдешь. У перекупов брали по 15 тысяч рублей, в наличии не было. А заводы стояли битком, забиты этим газоблоком, и нам сказали, его нету. Это такой мыльный пузырь, надували, надували, может, их сейчас приструнили, может, там их так-то... Но сейчас сколько газоблок куб стоит? Сейчас около 9-10 тысяч, а он стоил-то 13-15. То есть упало, но не так, как было раньше, чтобы по 3,5 тысяч. Но еще сезон только начался, мы еще не знаем, что будет, понимаешь? Мы еще не знаем. Отсюда вопрос. Если человек сегодня хочет построить себе дом, давай возьмем в среднее 100 квадратов. Вот под тем технологиям, скажем, как строишь ты из камня, вот на сегодняшний день ты можешь сказать, давай посчитаем первое, коробку поднять, фундамент сделать, стены, утепление, кровлю хорошую. Подчеркиваю, ребята, коробку. То бишь это без окон, без дверей. Вот, ты собрал, дальше уже начинается отделка. Сколько будет стоить примерно один квадратный метр? От 50 тысяч рублей. А от 50 и до скольки? Ну, понятное дело, мы не берем какие-то космос. Вот берем... До 80, допустим, вот так. Таким образом, 100 квадратов это примерно 5-8 миллионов рублей. Вот в этом диапазоне. Дальше окна поставить, двери поставить, отделку сделать, вот такую чистовую, что остается только завози вещи, как говорится, ежи, кухню заказывай. Можешь примерно сказать, вот достойного качества, без фельдеперсовых, но и не самое-самое дешевое. Сколько это будет еще стоить? По-хорошему еще 4. В идеале, понимаешь? До идеала многие заказчики не доходят. Просто, вот знаешь, у нее есть 30% суммы дома строительства. И вот я буду строить, а потом я что-то продам, заработаю. И очень много на стадии коробки заканчивается. Итак, ребята, вы поймите, пожалуйста, что ключевая задача сюжетов, которые я делаю, это не что-то вам вбивать в голову, там, втютюхивать, вот так делайте, там. Если Олег строит дома из камня, то делайте тоже только из камня. Нет. Моя задача донести до вас информацию, чтобы вы посмотрели, послушали, взвесили, где-то согласились, где-то не согласились, где-то, возможно, вы там загуглите, почитаете. Как говорится, в споре рождается истина. Я рад, что вы досмотрели этот сюжет до конца. Я надеюсь, вам все понравилось. Мы с вами двигаемся дальше. Впереди еще больше сюжетов на разные темы. Самое главное, стараюсь подбирать так, чтобы было что-то полезное, необычное, нестандартное, о чем мы не снимали раньше. Если вы хотите принять участие в ролике, вам есть что рассказать, показать, пишите все контакты со мной в описании. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канала. Все контакты на ребят, на спонсоры выпуска ждут вас в описании. До новых встреч всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok